Приветики на Ukrainian iPhone.com! Сегодня у нас в гостях познавательное приложение для малышей Lato, которое не только расскажет деткам о разных животных, рыбах, насекомых и даже ископаемых динозаврах, но и закрепит знания в игровой форме. Оформлено Lato, красочно и ярко, а музыка и озвучка выполнены на высшем уровне. Настроек минимум, да и к чему они в детском приложении? Можно лишь включить-выключить музыку и звуки. Делу время по тихий час. Сначала поучимся. В книге шесть глав. Насекомые, рептилии, птицы, млекопитающие, динозавры и морские жители. Карточки животных содержат красивые изображения и текст, которые можно прочитать малышу самостоятельно или довериться диктору. И изогнутыми усиками. Живут муравьи семьями в специальных гнездах или муравейниках. Информации немного, но она интересная и хорошо характеризирует конкретного представителя мира природы. Хорошенько позанимавшись, можно и поиграть. Переходим в раздел «Игра». Очень здорово, что играть можно вдвоем, втроем и даже вчетвером. Правила лото знакомы нам с детства. Нужно первым заполнить карточку. Только находить нам придется не столько цифры, сколько животных. В игре поучаствуют все персонажи книги. И полосатая зебра, и зубастый тираннозавр, и умная сова. Малышу нужно быть внимательным. Не пропустить зверюшку и перетащить фишку на картинку. Создатели немного слукавили. Победители от проигравшего отделяют не более одной-двух картинок. Так что никому не обидно. А вот так выглядит игра на четверых. Экранчик iPad как раз хватает. Приложение «Игра Лото» действительно удалось. И полезно, и интересно, и поиграть всей семьей можно. Прощаемся с Лото. Обзор подготовила Тома для Ukrainian iPhone.com. Если понравилось, а может и пригодилось, лайкайте видео и подписывайтесь на наш YouTube канал. Да и на сайт заглянуть не забудьте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok